Ярославский тюз представил сегодня зрителям красную шапочку на французский лад. В новой версии сказки все поют бабушка, обаятельно и привлекательно, а некоторые детали декораций не навязчиво напоминают о Париже. В Театре юного зрителя сегодня предпоследняя премьера сезона. Называется она еще раз про красную шапочку. На самом деле это будет две истории, заключенную в канву старой сказкой Шарля Перро. Впрочем, красные шапочки мелькали в холле театра юного зрителя задолго до начала. Все для того, чтобы освежить в памяти все ужасные и прекрасные сюжетные линии классической французской сказки. Игровой пролог театральному зрелищу совершенно безвозмездно, то есть даром, подготовили совместный театр и юношеская библиотека имени Некрасова. Поскольку это действие происходит во Франции, поэтому охотники вот в таких полицейских мундирах. Олег Челноков не кто-нибудь, а главный охотник. Так, естественно, на французский манер. В музыкальном спектакле поют все, даже люди в форме. Про наш театр сказали, что нам нужно, нужно брать музыкально, потому что все хорошо поют. Красных шапочек в этой интерпретации истории Шарля Перро две. Ты спеши? А что? А это что же я слышу? Кто скажет, что это за цветущая дама? Это красная шапочка номер один. Та самая старушка, которую съел ненасытный волк. Но так было в классической версии. Здесь же все наоборот. Престарелые герои сказки не просто дружат, но еще и учат ему разуму своих внуков, которые должны пройти по их дорожке и получить воспитательный момент. У меня называется «Красный беретик». Ну, у нас же сказка французская же, в французском стиле сделана. У нас там и слова французские есть, и эфелева башня у нас там. И поэтому у нас все костюмы выдержаны в таком французском немножко стиле. Эфелева башня, венчающая сцену и легкий пронос – все это обращает зрителя к первоисточнику – французскому фольклору, удачно обработанному сказочником Перо. А вот все остальное сугубо современное. И, кажется, взаимопонимание из той и с другой стороны рампы найдено. Марина Смарагнова, Василий Мосин, Городской телеканал.